Дай почитать. В университете Вандербильта. Однажды наш автор обнаружил в немецком бакинистическом магазине дневники майстера Франца Шмидта, написанные в XVI веке в городе Нюрнберге. Но настоящим открытием стала находка Харрингтона. Через несколько лет он обнаружил в городской библиотеке Нюрнберга более старую и точную рукописную копию дневника. И это помогло представить и создать цельную личность нашего героя, набожного, скромного семьянина, излечившего 15 тысяч человек, но отвергнутого респектабельным обществом, потому что он по профессии палач. Вот такая профессия, в которой он за 45 лет безупречной службы добился значительных успехов. Однако книга – это размышления о человеческой природе и общественном прогрессе, если таковой вообще существует. А майстер Франц, казнивший и изувечивший сотни людей, для нас после прочтения книги остается праведным палачом, избравшим эту профессию, как его отец, по трагической случайности. И исполнивший в конце своей жизни заветную мечту, очистил имя своей семьи от позора и презрения. Ведь, знаете, детей палача даже не крестили, их избегали и боялись, как прокаженных. Перед нами предстает уникальная, неординарная, необыкновенная одаренная фигура человека, мастерство которого росло с каждым годом, сердце которого разрывалось из-за жалости к жертвам преступников, а разум кипел от возмущения из-за насилия над детьми и женщинами, от коварства и жестокости, от аморальности и вседозволенности. Любопытно, что между казнями и пытками палач постигал профессию лекаря и, выйдя на пенсию, спас жизни тысяч людей. Книга интересна множеством фактов об истории, бытии, обычаях, суевериях, менталитете жителей Средневековья. Она прекрасно проиллюстрирована и издана, замечательный образец научно-популярной литературы. Разумеется, читать про казни, преступления, пытки жутковато, но мастер Франц Шмидт был еще и мудрецом, и исследователем человеческой натуры 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай, город» по адресам Преображенское, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать! Субтитры создавал DimaTorzok